Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров. Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM В Кирове 13.06 начинается программа «Особое мнение». Я Анна Лапшина. Приветствую наших слушателей. Говорю здравствуйте гостю студии. Гость сегодня Ян Чеботарёв, юрист Ян Евгеньевич. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Напоминаю слушателям, что вопросы нашему гостю можно задавать через форму анонсов на нашем сайте. И там же вы, собственно говоря, сегодня к вечеру можете найти и аудиозапись нашего разговора, и видеозапись. А через непродолжительное время расшифровки программы «Особое мнение» мы теперь расшифровываем. Их можно не только послушать, но и почитать. Ну, переходим, наверное, к нашим темам. Первая тема, вот фактически там тема последних, не знаю, полутора часов. Следственный комитет, управление Следственного комитета по Кировской области официально подтвердило, что в отношении парка Победы расследуется и заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в отношении неустановленных лиц, которые получили права на землю в парке». Ущерб оценивается в 9 миллионов рублей. Фактически, вот официальный пресс-релиз размещен на сайте Следственного комитета. И действительно, никакие фамилии в нем пока не фигурируют. Ну, это нормально. Правда? Ну, да. В этой части, в любом случае, можно сказать уже сейчас о том, что дело достаточно сложное. Там наверняка было задействовано несколько фигурантов. Соответственно, очевиднее всего, что преступные деяния были совершены группой лиц. Может быть, по предварительному сговору. Соответственно, здесь следствию предстоит установить роль и меру участия каждого потенциального подозреваемого в преступлении. И это потребует какое-то время. А что касается суммы ущерба, что-то мне подсказывает, что эта сумма первоначальная. И в последующем она будет откорректирована. Для того, чтобы установить конкретную четкую сумму причиненного ущерба, необходимо проведение весьма специфических экспертиз, которые точно так же требуют времени. И в последующем, когда будет определен круг подозреваемых, я думаю, эти экспертизы будут назначены и проведены. Что-то мне подсказывает, что сумму ущерба, ну, наверное, нолик-то нужно будет добавить как минимум. Да, Евгений Евгеньевич, давайте напомним просто, да, участок, о котором идет речь, в отношении которого сейчас проводится расследование, проверка и заведено уголовное дело по факту продажи этого участка. В 2015 году был изъят, так скажем, из муниципальной собственности и продан заводу охотничьего и рыболовного снаряжения, по-моему, так называется, да, это предприятие, за 300 с небольшим тысяч рублей. Оборудование, по-моему. Оборудование, да, совершенно верно. В тот же момент фактически там эксперты оценивали кадастровую стоимость этого участка не менее чем в 150 миллионов. Некоторое время назад непродолжительный собственник, приобретавший участок за 300 тысяч, продал его, сумма не называется, да, компания Кировспецмонтаж, но вот общественники полагали, что речь может идти о сумме как минимум в 100-120 миллионов. То есть, когда вы говорите про нолик, надо пририсовать, вы имеете в виду 90 миллионов рублей? Ну, минимум, минимум, минимум. В этой части здесь, смотрите, есть какой интересный момент. Мне, как человеку, который занимается и судопроизводством где-то, и участвуя в проведении различного рода оценок, крайне интересно, каким образом определялась рыночная стоимость в 300 тысяч рублей, по которой первоначально этот участок и был продан. Отчуждение любого муниципального имущества в обязательном порядке требует проведения независимой оценки. Я бы, наверное, очень дорого дал за то, чтобы иметь возможность почитать текст отчета об оценке. А я правильно понимаю, что этот текст отчета у следователей сейчас есть? Или не обязательно? Нет, я думаю, что наверняка есть, наверняка есть. Я думаю, что здесь как раз правомерность представления этого отчета, его верность, его соответствие в федеральном стандартам оценки следствие точно так же будет рассматривать и проверять. А если сейчас речь идет об ущербе минимум в 9 миллионов, это значит, что оценка в 338 тысяч уже признана неправильной? Не знаю, на самом деле, что происходит в настоящий момент в недрах следствия. Но я думаю, что какие-то подозрения в этой части наверняка у следствия есть. Тем более, что это может быть абсолютно прикидочная стоимость. Можно взять просто кадастровую стоимость, которая используется исключительно для целей налогообложения, а не для целей совершения тех или иных сделок. И вычесть из этой кадастровой стоимости просто ту сумму, которую в итоге муниципалитет получил, то есть 300 с небольшим тысяч рублей. То есть, на мой взгляд, здесь достаточно тяжелое, достаточно объемное будет дело в последующем. Но весьма интересное с точки зрения фактических обстоятельств и предмета доказывания. Ян Евгеньевич, когда будут названы фигуранты? О, я не работаю в Следственном комитете. Я понимаю, но предположить мы можем. Вы говорите, что процесс будет долгим. Процесс будет небыстрым. Ведь в любом случае, смотрите, так как произошло отчуждение муниципального имущества в соответствии с установленной процедурой, следствие необходимо будет проверить, насколько эта процедура соответствовала нормам федерального закона. Были ли какие-то нарушения установленной процедуры. Если они имели место быть, то кто из муниципальных служащих участвовал в проведении этих процедур? И кто и на каком этапе допустил те самые нарушения, которые и позволили столь дешево продать муниципальную собственность? Мы можем сказать, это будет один человек или несколько? Ну, обычно, я подозреваю, что, безусловно, речь тут пойдет о группе лиц. В силу того, что различные структуры муниципалитета занимаются различными функциями. Но здесь, наверное, один человек при всем желании не смог бы организовать и осуществить подобного рода деяния. Я уже говорю о том, что у меня лично есть большие вопросы применительно к оценке. Точно так же, я думаю, следствие будет проверять саму процедуру проведения торгов. То есть уже имеем двух человек. Ну и, скорее всего, здесь речь пойдет о том, что, ну, наверное, есть какой-то теневой начальник, теневой генерал этой схемы, где, собственно говоря, он и будет рассматриваться как организатор. Соответственно, здесь, я думаю, что, ну, минимум, три человека. Хотя это исключительно мое личное мнение. Вот эта вот фигура таинственная, как вы сказали. Организатор? Теневой генерал, организатор, да. Это обязательно должен быть человек в городе известный? То есть можем ли ему предположить, что пострадает кто-то из чиновников? — Не люблю заниматься предположениями. Это может быть как человек, близкий к структурам администрации города. Это может быть человек, который абсолютно не вхож в администрацию города. Такое тоже бывает зачастую. Здесь не надо бежать впереди паровоза. И, к сожалению, я единственное могу здесь рекомендовать просто немножко заручиться терпением и чуть-чуть подождать. Что-то мы узнаем все равно и надеюсь, что интерес общественности в любом случае к этой теме не ослабнет. — К какому времени, Ян Евгеньевич, мы узнаем все-таки? — Я думаю, что полгода минимум у нас впереди. — То есть полгода еще не назовут нам фигурантов? — Ну, еще раз, я не служу и не работаю в Следственном комитете. Но полгода для подобного рода дела, на мой взгляд, это нормальный срок предварительного следствия до предъявления кому-то каких-то обвинений или объявлений о подозрении. Напомню, что дело Михаила Юрьевича Прокопьева, известного в городе Кирове с давних 90-х годов, расследовалось больше 10 лет. До того момента, когда попало уже на рассмотрение в суд. — Думаю, что будет быстрее с Парком Победы. — Это очень долгий процесс, на самом деле. Скажите, тот факт, что сейчас по факту продажи и изъятия земли в Парке Победы возбуждено и расследуется уголовное дело, накладывает какие-то ограничения на операции с этой самой землей? Ну, мы понимаем, да, участок спорный. Изначально, как я понимаю, на нем предполагалось, возможно, жилищное строительство. После Илья Шульгин, глава администрации, говорил о том, что это невозможно и там может быть построена школа. То есть какие-то процессы с ним могут происходить параллельно со следствием или это ограничивает использование? — Ну, смотрите. В ходе предварительного следствия на любом его этапе следователь либо следственная группа, ведущая производство по данному делу, может применить любые меры, предусмотренные действующим уголовно-процессуальным кодексом, для того, чтобы обеспечить сохранность того имущества, которое является предметом преступного деяния. То есть на данный участок следствие может наложить аресты, представив соответствующие документы в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастры и картографии с тем, чтобы как раз исключить возможность перепродажи и невозможность в последующем возврата данного земельного участка. Но, на мой взгляд, как юриста, который больше занимается, наверное, гражданскими делами, подобного рода ограничительные меры, наверное, в отношении недвижимости не являются обязательными. Почему? Гражданский кодекс, уголовный кодекс говорят о том, что если в последующем, в ходе рассмотрения уголовного дела в суде будет установлено, что какой-то земельный участок, ранее принадлежавший муниципалитету, муниципальному образованию, незаконно выбыл из муниципальной собственности, вне зависимости от того количества раз, которые этот участок был перепродан, этот земельный участок вернется в муниципальную собственность. И все граждане, все фирмы, которые участвовали в его приобретении, покупали, продавали, смогут просто предъявить свои финансовые и материальные претензии, либо своим контрагентам, у которых они приобретали эту землю, либо непосредственно лицам, которые будут признаны судом виновными. Но ни бюджету, ни мэрии, ни тем, кому участок может достаться. Безусловно, если что-то было у кого-то украдено, потерпевший никоим образом не обязан возмещать те суммы, которые заплатили неосторожные граждане, либо предприятие при приобретении этого земельного участка. Принцип добросовестности приобретения применительно к установленным фактам хищения не действует и на эти факты не распространяется. Если у человека что-то украли, он сможет это вернуть всегда и в любое время, если этот предмет сохранился в натуре. Земля никуда деться не может, соответственно, если с течением времени состоится приговор, которым будет установлен факт совершения преступлений, факт неправомерного изъятия из муниципальной собственности земельного участка, город вернет этот участок, не затрачивая каких-то дополнительных средств. А все остальное и все остальные люди будут получать поднесенный ущерб уже... В рамках гражданского процесса, непосредственно. Да, да, да. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Посмотрим, как будет развиваться дело Парка Победы. Сделаем небольшую полуминутную паузу и вернемся. Особое мнение на 101FM Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Продолжаем программу «Особые мнения». Переходим к теме такой, отчасти федеральной, но тем не менее связанной все-таки и с происходящим в Кировской области. Федеральная служба исполнения наказаний проверит все колонии из СИЗО в России после пыток в Ярославле. Мало того, ВСИН создает во всех регионах комиссии по проверке сообщений о пытках в колонии. Эта история нагремевшая с конца прошлой недели. Она обсуждается после публикации новой газетой. Видео пыток, я бы так сказала, до истязаний одного из заключенных в Ярославской колонии. Много с тех пор сказано. Там и в Ярославле, и на федеральном уровне. Не очень понятно вообще, на самом деле, к чему приведут вот эти проверки, которые сейчас анонсирует ВСИН. Ни к чему. Вот так? Да, конечно. ВСИН сам себя будет проверять? Нельзя. Ну, давайте так. Я, конечно, небольшой знаток государственных устройств, но тем не менее, вот когда я служил в Кировской таможне, нас обычно проверяла не сама Кировская таможня и не ГТК, а транспортная прокуратура за нами надзирала. На мой взгляд, неправильно поручать какие-то проверки тому же самому ведомству, которое и так в текущем режиме обязано отвечать за неуклонные постоянные соблюдения собственными сотрудниками прав этих же заключенных. Ну, безусловно, может из Москвы приехать какая-то комиссия, безусловно. Более чем уверен, что они даже пройдут по отрядам, может быть, даже пообщаются на плацу с заключенными, выкрикнут громко, у кого есть жалобы, обращайтесь. Обратятся? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что любая жалоба, любая жалоба, даже если эта жалоба не связана с действиями администрации, места содержания под стражей, конкретного исправительного учреждения, любая жалоба, даже на приговор сюда, очень часто в местах лишения свободы воспринимается исключительно в штыки. И, простите, вот когда я вижу, что наши общественники с трудом, но иногда все-таки попадают в места принудительного содержания граждан под стражей и в присутствии сотрудников администрации исправительного учреждения, пытаются общаться с осужденными либо заключенными просто до суда еще на предмет наличия или отсутствия у них каких-либо претензий, либо замечаний, но мне местами становится смешно. Почему? Потому что любой нормальный, взрослый, здравомыслящий человек не рискнет кому-то жаловаться, зная о том, что человек, которому ты пожалуешься через полчаса, через час, уйдет домой, а ты останешься здесь, и к тебе могут быть предъявлены обоснованные и необоснованные претензии. Тем более, что, простите, но все-таки некоторое, сейчас попробую эпитет подобрать, имитационность в действиях нашего государственного аппарата в любом случае прослеживается давно. А что вы сейчас имеете в виду? Я сейчас поясню. А у нас на самом деле очень часто имитируются процессы, у нас имитируются очень часто выборы, у нас имитируются очень часто демократия, свобода слова. Так, применительно КФСИН имитируется у нас что, общественный контроль? Общественный контроль очень часто имитируется. Я лично считаю, что вот такое учреждение, например, как общественная наблюдательная комиссия, это очень правильное начинание, но не доведенное до конца. Я бы на уровне, наверное, общественной палаты Российской Федерации, Государственной Думы попытался внести изменения, соответствующие в законодательный акт и фактически нормативно запретил контролировать деятельность общественников по надзору, по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Подождите, что вы имеете в виду? Запустили общественника, например, в колонию, не может администрация ходить за ним хвостиком и контролировать, с кем он общается, о чем они говорят, куда он пошел, каким образом строится этот контроль и прочие вещи. То есть иначе, простите, на мой взгляд, теряется просто сама идея и сам смысл подобного рода контрольных мероприятий. То есть анонимные должны быть беседы фактически? Фактически, да. То есть здесь большей частью это, наверное, призвано, на мой взгляд, защитить самих осужденных с тем, чтобы они не подвергались репрессиям со стороны администрации, недовольные какими-то жалобами. Слушайте, я прекрасно понимаю, что эти жалобы могут быть 10 раз необоснованные, они могут быть ложные, они могут быть клеветнические, какие угодно. Но в любом случае, если у нас есть уполномоченные представители общественности, которые могут эти жалобы выслушать и могут как-то на них прореагировать и инициировать какие-то проверочные мероприятия, ну, этим нужно пользоваться. Зачем стеснять деятельность общественников? На мой взгляд, это абсолютно лишнее. Ведь даже по этому же Ярославлю, если бы не поработала сторона защиты, которая обнародовала вот это ужасающее видео, не провела осмотр этого побитого заключенного. Кстати, вопрос. А каким образом вообще видео-то оказалось? Видео-то ведь было у кого-то в наличии, я так понимаю, из тех людей, кто принимал участие в избиении. Ну, судя по тому, что снято на самом видео, ну, это, наверное, или младший инспектор службы безопасности, либо кто-то из структуры этого отдела. Он из соображений морали и совести передал это видео? Ой, что вы, что вы, что вы, что вы. Ну, как попало это видео? Это очень просто все. Ну, во-первых, уже сейчас в средствах массовой информации говорится о том, что данное видео изучалось на этапе первых еще заявлений в прошлом году. Но говорят, что изучался другой немножко отрезок, там, где заключенный Макаров дерзит представителям учреждения. Я читал несколько версий о том, что именно эта запись изучалась. Я полагаю, что эта запись была сохранена и приобщена к материалу проверки, ведь именно на этом основаны претензии в сторону бывшего следователя, который проверял заявление адвоката и не нашел в действиях сотрудников СИН состава преступления. То есть, на мой взгляд, адвокат просто ознакомился с материалами проверки, это абсолютно легально, скопировал данное видео и, не получив соответствующей реакции со стороны правоохранительных органов, прибег к тому инструменту, который есть у него, был у него и есть у каждого гражданина, то есть придал просто публичности данный факт. — Общественный контроль, хорошо. Общественный контроль сторонний, не имеющий отношения к СИН, потому что СИН само себя проверять не может. — Но только в сказках и в рассказах, и в литературе унтер-офицерская вдова выправила себя самостоятельно. — Да, Ян Евгеньевич, мы видим, что дело громкое, оно развивается, уже арестованы первые фигуранты, вот сегодня буквально поступает сообщение о том, что, по-моему, трое человек арестованы. — Ну, задержано больше, арестованы пока только трое. — Сама эта история, она каким-то образом заставит представителей Федеральной службы исполнения наказаний вести себя более человечно, я бы сказала, ну или хотя бы более осторожно, хотя бы на непродолжительное время? — Безусловно, более осторожно, конечно, конечно. Уверен, что уже сейчас подобного рода ситуация обсуждается в курилках, в офицерских клубах, что достаточно большие начальники доводят до сведения своих подчиненных необходимость соблюдать определенную осторожность. — Определенная осторожность — это что? — Выключать видеорегистраторы, либо как-то стараться не оставлять следов, ведь на самом деле пытка подразумевает не исключительно побои с синяками. Можно пытать человека и без синяков. Надеть противогазную маску и пережать шланг подачи воздуха, например. Либо просто приковать наручниками, либо закрыть его в стакане, либо закрыть в металлическом фургоне, выставив его на солнышко. То есть тут фантазия-то человеческая, она безграничная. Я не хочу никому ничего подсказать, но реформировать нужны системы, реформировать. — Кто должен этим заняться? — Ой, как бы... Я очень уважаю радиостанцию Эрхо-Москвы. — Кто должен дать волшебного пенделя, я прошу прощения? — Волшебного пенделя? Наверное, мы с вами. Когда государство поймет о том, что, я думаю, что оно постепенно понимает, что все более и более пристальным является внимание граждан к деятельности различного рода силовых, да любых структур, оно начнет задумываться. У нас в любом случае есть верхушка правящей элиты, которая наверняка заинтересована в какой-то стабильности общественных отношений. Соответственно, можно прогнозировать о том, что вот уж совсем откровенные перегибы, они, безусловно, будут пресекаться. Вот эти 3, 4, 6, 8, 12 разные цифры слышал сотрудников, которые отличились подобного рода образом, ну, безусловно, они будут принесены в жертву общественному спокойствию. Кого-то посадят обязательно, кого-то с позором уволят, безусловно. А потом снова примут на работу? Не уверен, не уверен. Система в этой части, если уж отрыгнула человека, то обратно, собственно говоря, к себе не примет. Проблема в том, что главное, чтобы это не повторилось. А что-то мне подсказывает, что подобного рода проблемы в большей или меньшей степени настолько выпиющие с применением грубого физического насилия. В Кирове, в Кировской области есть такие случаи? Были такие случаи? Ну, насчет есть, может быть, вы не скажете? Ну, слышал, слышал я об этом многократно, многократно. Проблема в чем? Вот, может быть, не столь публично у нас это все происходит, но в сети интернет очень часто сообщалось о подобного рода неприглядном поведении сотрудников Кировского ОФСИН. Я знаю о том, что многие, многие бывшие наши сидельцы, кто отбывал в местах лишения свободы, расположенных на территории Кировской области, в последующем жаловались на подобного рода действия. А некоторые даже обвиняли в клевете и заводили против них новые уголовные дела. Да, и даже сажали, и даже сажали. Простите, но очень тяжело одному человеку фактически доказать правдивость своих действий, если он не сразу обратился за медицинской помощью, если он не пользуется постоянной поддержкой адвоката, если ему очень тяжело призвать какого-то стороннего наблюдателя. Здесь, на самом деле, ну, может быть, имеет смысл продумать как раз над развитием системы общественного контроля. С тем, чтобы осужденные имели возможность достаточно оперативно хотя бы сообщить о тех проблемах, которые у них имеются или могут возникнуть. А кому они могут сообщить? Да пусть этой же общественной наблюдательной комиссии. У нас ведь на самом деле проблемы коммуникации внутри исправительных колоний с волей существуют в огромном ряде случаев. Далеко не все колонии, расположенные на территории даже Кировской области, оборудованы таксофонами. Создаются препятствия в легальном общении с родственниками, с семьями, не говоря уже о возможных последствиях. В письме человек родным может написать о том, что к нему применяются необоснованные меры воздействия? Написать он может все, что угодно. Вырежут или оставят? Ну, я знаю случаи, когда подобного рода письма сжигали в печках. Очень часто письма, которые пишут осужденные из исправительных колоний, доходят до родственников либо спустя очень продолжительное время, либо просто теряются, и то ли по вине почты, то ли по вине цензора исправительной колонии. То есть проблема как раз в том, что, к сожалению, не налажена у нас система контроля за соблюдением прав человека в подобного рода изолированных учреждениях. Кто туда может попасть? Прокурор по надзору, который, как правило, один на всю колонию, он ездит туда большей частью все-таки для галочки. Он там всех знает, его там все знают. Они, простите, может быть, вместе ходят в баню, вместе крестят детей, вместе кушают в столовых. Ну, опять же, смешно думать, что он реально надзирает за деятельностью данного исправительного учреждения. Система ротации необходима. Необходимо продумывать, как обеспечить объективный контроль за деятельностью исправительных учреждений и их администрации. Никто не говорит о том, что человек, содержащийся в колонии, и это невозможно даже предположить, должен быть лишен любых прав человека. Он совершил преступление, он в силу закона лишен свободы, но только свободы. Его никто не лишал права на человеческое отношение, на безопасность, на жизнь и здоровье, в конце концов. В общем, усиливаем общественный контроль. Я так понимаю, те люди, которые не хотят, чтобы в Кировской области повторялась такая ситуация, как в Ярославской области, должны сейчас задуматься о том, чтобы, может быть, пойти работать в общественную наблюдательную комиссию. Новый состав, который будет формироваться, насколько я помню, через полтора года. Ну вот, следующей осенью, кажется. Яна Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы продолжим после небольшой рекламы. Особое мнение на 101FM Яна Чеботарев в нашей студии. Юрист. Мы продолжаем программу «Особое мнение». Ну вот, кстати говоря, к вопросу общественного контроля в местах принудительного содержания, в местах лишения свободы. И о том, насколько правоохранители уважительно относятся, так скажем, и к своим обязанностям, и к правам других людей, в том числе и заключенных. Новый председатель областного суда, назначен в Кировской области на прошлой неделе, его торжественно представили коллегам. Я, кстати, удивилась. Я, может быть, не услышала в момент представления, но, кажется, там были представители всех силовых ведомств региона. Но почему-то не было адвокатуры. Хотя мне, вот человеку-стороннему, всегда казалось, что суд работает с обеими сторонами. Это первое. Ну и второе, конечно, Константин Егоров сказал, что основной своей задачей видит, так скажем, воспитатель. Питание доверия, что ли, у граждан к суду и к правосудию, уважение к закону. Ну, такие хорошие, правильные слова сказал. Ну, молодец. Он и должен был сказать хорошие, правильные слова. Я с трудом могу себе представить ситуацию, когда вновь назначенный председатель областного суда, пусть даже кулуарно, а тем более публично, скажет о том, что, уважаемые коллеги, мы с вами в настоящий момент будем творить беспредел, нарушать законы, не соблюдать права граждан. Ну, смешно ведь. Это только слова? Посмотрим. Вот здесь, к сожалению, но старый древний принцип, он действует на 100%. За человека лучше всего говорить не его язык, а его дела. Поживем, поглядим. Что нам еще остается? А в части, ну да, с другой стороны, он все-таки имеет военное звание. Вот лично у меня некоторые дополнительные доверия военные люди всегда все-таки вызывают. Правда? Правда, правда. Нет ощущения, что эти люди будут, извините, пожалуйста, брать под козырек и выполнять нужные приказы. То есть это вот не в эту сторону работает, а как раз в сторону самоуважения какого-то и дисциплины и прочего. Вот, наверное, да. Да, просто смотрите еще, почему подобного рода у меня отношение. Система военных судов, она формально всегда входила и входит в общую систему судов Российской Федерации. Но с учетом того, что ей подведомственны отдельные категории дел, она не столь сильно всегда была нагружена. Она рассматривает либо преступления военнослужащих, либо в отношении определенных категорий деяний дел. Я напомню, да, почему мы про военные суды говорим. Константин Егоров в последние, по-моему, полтора десятка лет возглавлял Уральский военный, по-моему, окружной суд. Кажется, так он называется. Правильно. То есть она все равно была несколько самостоятельна. И руки государства, как правило, до нее дотягивались в последнюю очередь. Ну, конечно, здесь, если не сбрасывается счетов категорию дел, связанных с госизменой и шпионажем, которые традиционно рассматривают именно военные суды. Обычные дела до военных судов доходят редко. Поэтому все-таки здесь внутри вот этой системы очень большое количество очень хороших, крепких профессионалов. Я с оптимизмом смотрю в будущее. Конечно, я буду аккуратно посматривать за тем, как новый глава областного суда покажет себя в деле. Это интересно. Ну, я надеюсь, что мы какие-то новости можем узнать уже в ближайшие месяцы. Напомню, что Константин Егоров сказал, что в ближайшие месяцы он поедет как раз с инспекцией по районным судам. Посмотрим, что там происходит. А в части отсутствия адвокатуры еще буквально 30 секунд. Да, на представление. Суд-то государственный, а адвокатура, она не государственная структура. И что, ознакомиться не надо, что ли? Ну, вот именно поэтому. Как-то неприлично это, Ян Евгеньевич. Ну, может быть, да. Но у нас традиционно все-таки государственные суды на подобные роды торжественные мероприятия приглашают государственных служащих, государственных чиновников. Все свои. Все свои, да. А адвокатура, извините, она мешает. Очень часто мешает. Это даже хорошо. Хорошо? Конечно, в споре рождается истина. И очень будет еще лучше, когда суды начнут внимательно прислушиваться к доводам адвокатского сообщества и к позиции конкретного адвоката в конкретном деле, уголовном или гражданском. Ян Чепотарев, юрист в нашей студии. Как раз, кстати говоря, о процессе хотел вас спросить. В арбитражном суде, как я понимаю, начали рассматривать дело, в котором вы участвуете, в котором вы помогаете истцам, приходу. Католике. Католике, да, католическому приходу. В части Александровского костела, да, и, возможно, его передачи в пользование католической общины. Первое заседание прошло. Прошло достаточно живенько. Мы получили, наконец-то, первый отзыв официальной письменной правительства Кировской области. Что там было? А он очень, на самом деле, забавный. Он состоит из двух частей. Первая часть касается правомерности принятого решения об отказе католикам в передаче в пользование собора. А вторая часть касается обоснования того момента, что на самом-то деле правительство никакого решения не принимало вообще. И не отказывало. И не отказывало никому. Суд обратил на это внимание, попросил как-то выработать единую концепцию защиты со стороны правительства. На этом мы расстались. Когда собираетесь вновь? Это состоится 15 августа. Что будет? Ну, будет это же самое предварительное заседание. Пока идет все-таки процедура подготовки дела к слушанию. То есть рассматривается процессуальное ходатайство сторон. Суд определяет предмет доказывания по делу. Стороны представляют те документы, на которые в последующем, в ходе основного рассмотрения, уже будут ссылаться. То есть пока идет все нормально, все объективно. Никаких нареканий, по большому счету, нет. Но мы не начали рассматривать дело по существу. А вот рассмотрение дела по существу примерно в какие сроки? Если суд посчитает в соответствии с АПК, что дело подготовлено, переход к рассмотрению дела по существу состоится на будущем судебном заседании. Обращаю внимание, кстати, на... На будущем? Это 15 августа? Дата будет назначена? В этот же день может начаться. С учетом того, что на это заседание пришло достаточно большое количество ваших, Аня, коллег и пишущих, и снимающих, суд сказал, что на будущем заседании мы будем рассматривать дело в большом зале, куда смогут попасть все желающие. И, безусловно, с учетом общественного интереса будет разрешено ввести аудиозапись, видеосъемку. Прекрасно. Я думаю, что многие наши коллеги, и мы в том числе, этой возможностью воспользуемся. Три минуты. У нас остается еще одна такая федеральная тема, комментарий, по которой я хотела бы у вас попросить. Совет Федерации предложил запретить клетки аквариума в судах. Мы понимаем, о чем идет речь. Это вот та самая конструкция, в которой содержится обвиняемый уже в процессе, когда человек в суде, он уже обвиняемым называется. И вот есть у меня такое подозрение, что нечеловеколюбие вызвало вот это вот желание запретить клетки аквариума в судах. Но, может быть, я ошибаюсь. Нет, безусловно, конечно, нечеловеколюбие никоим образом и неудобство со стороны суда. Это исключительно меркантильный расчет. Я считаю, что государство решило похвально сэкономить средства государственного бюджета на регулярные и немаленькие выплаты осужденным. Каким образом? Оправданным во исполнение решений Европейского суда по правам человека. То есть Европейский суд. Многократно уже высказывались претензии в адрес Российской Федерации со стороны ЕСПУЧА. Указывалось, что содержание человека, пока не признанного виновным в подобных условиях, наносит ему самому моральный вред. Плюс стесняет возможности для собственной защиты. Как правило, подобного рода аквариумы не позволяют слышать весь ход процесса. Они затрудняют общение с своими адвокатами. Ну, не говоря уже о том, что содержать человека, в отношении которого нет пока никакого приговора суда необвинительного, неоправдательного, в подобного рода условиях, просто бесчеловечно. Очень часто ведь... Ладно, если речь идет об аквариуме, например, который более-менее кондиционируется, где поддерживается нормальная температура. Аквариум — это прозрачная конструкция. А ведь есть же обыкновенные просто клетки. Человек не может приравниваться к животным, которые содержатся в зоопарке. И с учетом того, что у нас заседание суда проводится публично, очень много процессов сейчас ведется с участием присяжных заседателей. Вот нахождение человека, дело, в отношении которого рассматривается в подобного рода клетке, безусловно, унижает его честь и достоинство. Но Совет Федерации не об этом. Это Европейский суд об этом. Ну да. На самом деле, Европейский суд очень часто делает замечания Российской Федерации. И в части того, что у нас фактически перестали возить осужденных граждан, которые содержатся до суда в местах лишения свободы в СИЗО, непосредственно на судебное заседание, ограничиваясь видеоконференцсвязью, делает замечания, говоря о том, что подобного рода использование технических новинок, пусть и в благих целях, но тем не менее все равно стесняет возможность защиты. Почему? Человек, который находится в клетке в СИЗО, глядя в объектив видеокамеры, не может тут же, например, воспользоваться услугами своего защитника, задать какой-то вопрос. Не может обменяться какими-то документами. Он стеснен защищаться. А это грубейшее и глобальное нарушение прав человека. Так, Ян Евгеньевич, если все-таки будет принято решение убрать клетки и аквариумы обвиняемый, где будет содержаться? То есть это будет какая-то просто огороженная такая вот скамейка или что-то такое, но не стесняющая его там жесты, условно говоря? Почему-то прокуратура, как правило, в наших судах всегда имеет отдельный стол, за которым заседает сторона обвинения. У защиты есть точно так же рабочее место, стол. Обвиняемый вполне может находиться рядом с адвокатом. А для цели обеспечения безопасности присутствующих уважаемого суда в зале может находиться представитель службы судебных приставов, наделенный соответствующим снаряжением и полномочиями. И служебная собака. Собаку не надо, зачем собаку? Не обязательно, правильно. Ян Чеботарев, юрист в нашей студии. Мы заканчиваем на этом программу «Особое мнение». Яна Лапшина, с вами прощаюсь и говорю спасибо гостю. До свидания. Спасибо вам. Особое мнение на 101FM